Правительство области подписало соглашение с Фондом развития моногородов о сотрудничестве по развитию Тольятти. Во время встречи в Москве отметили, что на стадии подписания находится еще 8 городов, однако первым из них стал именно Автоград. По словам представителей фонда, это особый город для области и для всей страны. В свою очередь губернатор заявил, что сегодня там созданы все условия для развития новых производств. Обо всем подробно в нашем сюжете. Это соглашение – дополнительная возможность помочь Тольятти. Основная задача фонда – содействие в диверсификации экономики моногородов, развитие инфраструктуры, формирование эффективной управленческой команды. За этими, казалось, сухими фразами кроются новые производства, а значит рабочие места и благополучие людей. С 2014 по 2017 года моногородам будет предоставлено около 30 миллиардов рублей. Мы понимаем, что Тольятти – это для нас тоже особый город, для вас, для всей страны. Поэтому вот сегодня у нас такое эпохальное событие, когда подписывается соглашение с Тольятти. Фонд готов не только вкладываться в новые производства, но и готов софинансировать строительство инженерной инфраструктуры к ним. Это важно. К тому же обратить внимание, в Тольятти есть на что. Речь идет в том числе и об освободившихся благодаря модернизации производств территориях. Например, ВМЗ и АвтоВАЗ-агрегат. Площади огромные, возможности большие. Там можно на самом деле сделать очень современное производство. Там есть еще и станки очень современные, которые АвтоВАЗ готов отдать в аренду за условную сумму. Там 34 тысячи квадратных метров. Есть другие там в том числе площади. ОПП тоже есть. Тоже территория, порядка 28 тысяч квадратных метров. Всего планируется заявить около 50 проектов. Речь идет о сельхозобъектах, промышленных предприятиях и индустриальных парках. Среди наиболее масштабных – проект «Жигулевская долина-2». Я думаю, только совместная работа, но ежедневно все обязательно ответственным лицом со стороны субъекта Российской Федерации. Вы здесь назначили кого-то считаете нормам. Мы, я думаю, догадываемся. Учитывая интерес к Тольятти со стороны федеральных и областных властей, у города есть все шансы вернуть бывые лидирующие позиции. Мы знаем, что есть план действий как финансовых, не финансовых мероприятий, но это было сделано в рамках подготовки к 50-летию «АвтоВАЗа». Мы хотели бы те ваши наработки, которые были сделаны, интегрировать в эти наработки. Илья Викторович, я знаю, что будет за Тольятти закреплен персональный линейный менеджер в фонде развития моноградов, который поможет двигаться по этой линейке поддержки. Стороны детально обсудили план развития. В ближайшее время управленцам Тольятти предстоит пройти обучение. Это обязательные условия для создания в городе территории опережающего развития. Напомним, соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Владимировичем Путином в конце 2014 года. Статус ТОР приобретается на 10 лет с возможностью продления и подразумевает налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам для всех резидентов территории. Соответствующий закон в 2014 году подписал президент России. В марте этого года заявку в Тольятти одобрил Минэкономразвитие страны. Окончательное решение должно быть принято в августе. Будут возвращаться люди, не только возвращаться, будут приезжать. Если будем иметь такой статус, как и было 20-25 лет назад, будут своими проектами идти к нам, и будет второе рождение города. Отмечу, что также на встрече речь шла и о развитии Чапаевска. В этом городе также можно реализовать ряд проектов. Сергей Овчинников, Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Москва.